Всем привет, дорогие мальчики и девочки! Мы собираемся ехать на ферму. Сегодня погода такая, знаете, солнечная, но прохладная. С утра был очень сильный ветер, тучи. Так, это что, это привидение улетело? У меня комментарий пришел такой странный. Девушка там меня отчитывала, что я, значит, рассказала всей Америке, всей России, вообще всему миру, что Вероника, ну помните, которая покрасила меня, занимается нелегальным бизнесом, что она не платит налоги, вот сейчас вот все тут возьмут и приедут, вся полиция, вся налоговая полиция к ней и будет разбираться. Ребят, ну вы что? Забыл Джон воду, говорит, а ты что не взяла? Я ему сказала, что нет больше воды холодной. Ой, собраться куда-то, ребят, это кошмарный ужас. Ну, в принципе, я не жалуюсь. Сейчас опять начну, что жалуются, жалуются нет. Так вот, про Веронику. Девушка написала, что я тут, значит, такая вот сякая, про нее все рассказала и сколько она зарабатывает. Ну, не зарабатывает, а сколько берет. Слушайте, у нее дом в собственности, она платит бешеные налоги, поверьте мне, за всех на свете. Так что не надо меня обвинять, ее обвинять, что она ничего не платит. Вот, и вообще, скажу вам по секрету, здесь пола Америки работает на кэш. Прямо как русский, поморгал фарами, нифига себе. Кстати, первый раз такое вижу. Я вот помню, в России все фарми моргали, помните? Когда там гаишников видели или еще что-нибудь. Здесь такого нет, ребят. Смотрите, вот она эта ферма, стейкис. Народа много, кстати. Все не распогодилось. Все хотят успеть до Хэллоуина набрать стыков. Но нам нравится эта ферма, потому что здесь необычные тыквы. И розовые, и красные, и белые. Вот, обычно это тыквы, чего в магазинах, продаются. Не проблема. Кажется, что тепло, хорошо, ребята, на самом деле прохладно. Да, я смотрю, все в куртках, как и мы. И вот я тоже сейчас курточку надену. Ох, ветер сильный. Здесь, пожалуйста, взвешивают ваши тыквы. Платите. Хорошо. И домой. Да, народа сегодня очень много. Честно сказать, не ожидала. Я думала, уже все с тыквами. Но нет. Ну ладно, давай, давай. Мне, конечно, хочется розовую тыкву. Так выглядит, что уже все разобрали. Представляете? Да, поздновато мы сподхватились в этом году. Надо было раньше приезжать. Все, уже собрали. Вот такую я хочу тыкву тоже, ребят. Видите, как блин, где они тут растут. Обидно, обидно. Да, Джон, мы должны приехать раньше. Здесь обычные тыквы. Видите, я Джону говорю, я как бы... Обычные мне не очень-то нужные. А он говорит, а мне нужные? Я говорю, ну тогда выбирай. Потому что я хочу вот такую вот какую-нибудь. Интересную тыкву. Смотрите, как груша. Смотрите, какой папанька. Прикольный, да? Слушайте, ну я что-то расстроилась. Ничего я хорошего не вижу. Я вот Джону говорю, давай в ту сторону пройдем. Потому что в прошлом году, я помню, хорошие тыквы были там. Кстати, здесь можно прокатиться на тракторе вокруг этого поля. Такое впечатление, что он с дадей пришел за тыквами. Так он увлечен. Вы себе не представляете. Ой. Видите, мужики взрослеют, а привычки остаются. Вот так. Я вот смотрю, здесь ряд вот с такими тыквами. Вот как раз необычными. Видите? Желтые, белые. Вот хочу найти что-нибудь. Дэвид, поехал к Джончику. Я говорю, Джончик увлечен. Я даже не думала, что ему это так все нравится. Дадди ношу белую тыкву. Яси! Так, ну что, пойду к ним. Что делать? Мне еще вот такие вот нравятся. Смотрите, какие интересные, да? Так, ну вот хочется, чтобы форма была хорошая. Ой, так ветрено, ребят. Вы себе не представляете. Ух ты. А это вообще, смотрите, какая интересная. Обалдит, да? Вот это тыква. Так, ну что тут у нас? Ты найдешь что-то? Да, это все. А, красиво. Я люблю. Смотрите, какую нашел тыковку. Маленькая, но симпатичная. Все уже собрали, ребят. Конечно, вот обидно. Очень обидно. Потому что в прошлом году я нашла такие огромные белые тыквы. Было классно. И розовая у меня была тыква. А я не знаю, найду я в этом году розовую или нет. В общем, вот такая тоже лепешка лежит, видите, розовая. Что-то ее уже никто не берет. А, ну потому что хвостика нет. А так тыква прикольная. Такую я хочу. Было бы классно найти. Ну, вот такая интересная. А, нет. Смотрите, внизу вся гнилая уже. Да, ну да. Не пойдет. Так, а что у нас с этой тыквой? Зеленая какая-то. Тоже уже кто-то сорвал. Не очень-то. Ну что, Джончик уехал туда с Дэвидом. Блин, ничего не могу найти, ребят. Смотрите, полное расстройство, как говорится. Так, может, что-то сорвать. Хотя бы маленькую. Необычную. Хочу необычную, вот, видите. Ну, я не знаю, они зеленые или это белые. Просто еще не доросли. Зовет меня Джон, говорит, иди-иди к нам. А я не хочу. Они собирают обычные тыквы, которые продаются во всех магазинах. Я говорю, мне хочется вот такую тыкву, желтенькую. Вот эта вот прикольно смотрится, да? Я вот даже думаю, может, вот эту взять? Ну, какая-то вся тоже покоцанная. Вот что-то необычного хочется. Что, вот приезжать на ферму, чтобы покупать вот эти обычные тыквы, которые везде продаются. Я как бы этого вообще не понимаю. Так, что у нас здесь? Здесь, видите, хорошая тыква, но на ней какое-то пятно странное. Вот так всегда. Так, пошла-ка я, наверное, туда, ребят. Посмотрю, может, здесь что есть. Так, какие есть тыквы. Мы просто еще не дозрели. Так, как бочки. Да, ветреные холодки сегодня. Так, как бочки. Продолжение следует...